После этого у нас еще считается проповедь. Брат Михаил Каримов, он здесь сегодня. Брат, ваше время. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкина Игнатий Тихонович. Открытым оком. Том девятый. Дух сошел. Деяния апостолов. Вторая глава. С первого по одиннадцатый стих. Так как сегодняшний день посвящен Духу Святому, сошествуя его, так называемый праздник Святой Троицы, поэтому Церковь установила читать в этот самый подходящий момент эти стихи. Деяния 2.1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Что за Пятидесятница? Это ветхозаветный праздник. Через семь недель после Пасхи Бог назначил праздновать Пятидесятницу. Речь шла о том, что должны были принести пожатые колости первые, когда еще обмолото не было. Составили большой сноб и заносили в алтарь. Священник брал этот сноб и тряс перед народом, перед Богом, и колоски шумели. Называется «Сноб. Потрясение». Левитам 23.15. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноб потрясения семь полных недель. И вот этот сноб трясли 1600 лет. После этого подметали, что опадет, как у нас листья березы и травы зелеными. Мы же ничем не отличаемся. Мы все такие же и остались. Но смысл был не в колосьях. Иоанн Златоуз говорит, что эти колосья с разных концов углов поля собранные, как бы объединяли всех. Приносящий сноб говорил, «Господи, от Тебя получил Твое Тебе. Я опять приношу». И говорим о чудных делах Божьих. О том, как семечко одно посадили, а выросло сколько. Я стал думать, что больше всего приносит урожай. И нашел, что редичное семя насчитал. От одного семечка выросло 11 тысяч. Что Бог дает? Шум означает, что придет время, когда Дух Святой, как бурный ветер, потрясет народ. И из всех народов первые колоски придут. Люди обратятся к Богу. Смысл был заложен не какой-то, а духовный, спасительный, по любви Божией. И они собрались ради Ветхозаветного праздника. Но Ветхозаветное Бог дал как прообраз. Тень будущих благ. Внезапно сделался шум с неба. Почему внезапно? Потому что никто этого не ожидал. Ибо собрались праздновать, как всегда. И вот сейчас, если бы в каждом православном храме внезапно раздался этот шум, то мы только новозаветную форму несем. А сами, как Ветхозаветные те же, самые иудеи, отпраздновали, отстояли, веточками, березами потрясли и ушли. Отличия никакого нет. Только внешняя форма. Но надо внутреннюю суть полностью изменить. И вот это внезапно выразилось совсем. Уж в неожиданном виде. Так что некоторые посчитают, что это ненормальные люди. Сделался шум, как с неба. Примерно на что похоже. Как бы от несущегося сильного ветра. Всегда помните, что проявление Духа Святого всегда движение. Если мы верующие, то это движение не затворничества, что придумали потом. Какой-то затворник, какой-то молчальник. Все это против Дня Пятидесятницы. Научили творить по самохотению. Не сверяясь с Библией. День Пятидесятницы – это язык, разговор, проповедь. И мы сейчас увидим языки. Проповедь и больше ничего нет. Ни руками, ни ногами. До этого священник тряс руками. А вот теперь язык будет трясти. Он колебал воздух тем, что сноб двигался. Теперь же Дух Святой поколебал. И сошлось все одно к одному. Там зернышки, здесь люди. Из зернышек составляется один каравай. Все вместе верующие составляются в церковь. Не как еретики молятся. Мы одна большая человеческая семья. В Слове Божьем такого нет. Мы одна божественная семья. А человеческая – это и бандиты собираются еретики. Еретик, ведущий программу молится своими словами. Но я у него в каждом слове нахожу небожественное. Буквально в каждом. Он не может правильно обратиться к народу. Хотя речь поставлена. Ибо это все есть искусство обольщения. Как Павел говорит. Специально этому учится. Его спросили об этом. И он ответил. Что да, учился. Проходил специальную школу. Как говорить? Как повлиять на людей? Нам нужно выйти к народу так, как вышел перед революцией Григорий Петров, священник. Я больше никого не нашел. Ибо этого не было даже у Иоанна Кронштадтского. Хотя он вышел, делал. Но вот такой проповеди, которая всех отовсюду собирала, чтобы на пролетке четыре квартала нельзя было проехать. Жандармерия наводила порядок. В это время в России появился английский проповедник Редсток. В переводе на русский Красная палка. Я в этом тоже нахожу смысл. По-хорошему не хотите. То вот Бог корочествует. Красный палк и будет бить. Потом Красное колесо по нам прокатится. Красный террор придет. Он проповедовал. в высшем обществе. И первые люди высшего общества поверили в то, что они не христиане. В романе «Воскресенье» Лев Толстой об этом описывает с насмешкой. Как они, разинов рот, слушали дворяне, бояре, графине. Они впервые услышали весть о Христе. Потом обратился Павлов, почти главный основатель баптистского движения в России, полковник, «Почему Феофан Затворник не обратился так к народу? Феофан отреагировал как-то на проповеди Ростока? Да, отреагировал главной статьей. Статья эта очень потрясла меня, ибо я очень уважаю Феофана Затворника. Я его понимаю. Вдруг какой-то еретик, да не где-то, а в столице северной. Да, у нас говорит, что своих проповедников нет. Дорогой отец Феофан, есть у нас проповедники, есть, дорогой владыченька Феофан, есть. Они сидят по затворам, они же в монастырях сидят, им же нельзя к народу выходить, им с женщинами нельзя общаться, нельзя. Если епископ приехал на загородную дачу, а там у него работала женщина, каноническое правило гласит, что спрятать ее надо, чтобы он ее не видел. Похоже, как апостолы делали. Те шли и проповедовали вместе с женами, как Акила с Прискилой, Андроник со своей Юней по всему свету. Потом же все пошло поперек. И теперь Феофан Затворник обрушивается на этого рестока, через которого потом обратится практически вся Россия и придет к сектантам. Это баптистское движение, а он основатель этого. Вот эта красная палка, а он граф все оставил, пошел, чтобы русским людям донести свет Евангелия и говорит, я никогда не встречал в истории более благодатной почвы для принятия благовестия. Жажду спасения в церкви разожгли, а не дали живой воды. Люди под землю лезут в монастыри, на Афон, разные котелки на голову одевают, канавки Серафимова топчут, а воды нет. Только храмы открыли, как народ весь потянулся туда, и по сегодняшний день так, ничего не поменялось, снова по-церковно-славянски непонятные поют и поют сто лет отмахнула история. Они так и сидят опять в монастыри, опять подстригать все то же самое. Сектанты вычеркуют весь этот колодец и православных не будет. И Феофан Затворник предсказал, что поколение или два, то есть через 60 лет православие на Руси иссякнет окончательно. Эти слова Феофана Затворника выгравируйте на алтаре. Это он говорит в 1860 году, задолго еще до начала революции, но фактически оно иссякло. Революционеры то, бывшие православные, пророком настоящим был Феофан Затворник. Почему же он не поставил задачу выковырнуть из монастырей такую армию? Все сидели вместе со священниками, 200 тысяч. Я сейчас стоял на улице дежурном возле нашего храма, и вот только в данный момент, сегодня, 30 мая 2004 года, видел в почти безоблачном небе картину весьма поучительную. Господь говорит, посмотрите на птиц. Я стою и смотрю на птиц. В небе летают высоко два коршуна, и постепенно кругами тянут сюда. а они оказываются над простертым очень высоко, и вдруг снизу быстро начинает подниматься к ним одна ворона. Я с пяти лет занимаюсь орнитологией, изучением птиц, и знаю, что это у нее там гнездо. Она по весу, по размеру раз в пять меньше коршунов. Когда они раскинут крылья, она одна, а вторая сидит на гнезде. Она знает, что это хищник, еретик. Рано или поздно он изменит расстояние, он приблизится к Барнаулу, надо опередить. Она поднимается вверх, выше его, и сверху бросается на коршуна еретика. Он перевернулся и летает дальше, там же кругами. Она раз за разом набирает высоту, и сверху бьет и бьет его. Он наконец исправляет свои круги и летит сюда к убору. Она снизу снова набирает высоту, и второго начинает гнать. Второму делать нечего. Он изменяет маршрут и за опи. Она спокойно каркнула и полетела на свое гнездо. Вот пример какой. Всего лишь одна, и она повернула сильнейших. Это почему? Потому что у нее там дети. У священников что? Духовных детей нет в городе. Разве они не видят, что пришли люди совершенно чужие нашествие или пришествие антихристов, адвентистов на Барнаул? Выходит еретик и каждому говорит «дорогой друг, дорогой друг». Такого-то выражения вообще нет, дорогой друг. По-французски это «шар-ами». Это когда скитающиеся по лесам французы остатки от разбитой армии Наполеона выходили к людям, оголодавшие и обращались за едой. «Шар-ами». Откуда это слово перешло в наш язык? «Шар-амишки». Это шар-амишки сектантские сюда пришли и они там все разгромили. Мы на развалинах будем сидеть, если не поймем, что шум ветра дарует пробуждение. Представьте, что сейчас заколебалось бы у нас тут шум ветра, как бы вы спать будете. Не стоя здесь, мы сразу забеспокоимся. Чуть только тряхануло где-то. Все, выскакивают на улицу. И движение было, и шум очень сильный. Так что люди, стоящие на улице, услышали от сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. Значит, надо быть всем вместе, уметь собираться и ждать обещанного Духа Святого. Почему они были вместе? Потому что Дух Святой не пришел еще, и Господь сказал Евангелие от Луки 24-49 Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Значит, мы тысячу лет сидим на Руси и ждем. Все монастырскими стенами закрылись, и выходит, что шума ветра не было, вода в купальне все еще так и не заволновалась, и мы все сидим и ждем у разбитых корыт своих. Иеремия 2-13 Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, и явились им разделяющие языки, как бы огненные. что языки это точно, а на что похоже, то как бы огненные, у каждого будет свое толкование, своя ревность, Бог дарует дары, но главное, что языки и почили, и рисуют всегда так, и блаженный феофилак так толкует, что почили на голове. Что православные из этого взяли? Очень просто. Когда рукополагаемым мы были, говорит, то Евангелие клали на голову. Все с великвнешней формы к атрибутике. Хорошо, Евангелие, я согласен, но сняли Евангелие теперь с головы диакона, чтеца, и дайте теперь ему в руки. Благословите его, хоть спереди, хоть сзади, и скажите, иди теперь, неси Евангелие, язык тебе дан, не для того, чтобы ты проглотил его, как молчу нам говорят, языки проглотили. Это все о нас, почили на каждом. Братья, вас это касается, как отстояли, а вы стоите благоговейно, но тут же и скрылись, телефоны отключили, чтобы случайно им не позвонили. У вас машины есть, каждый раз подходите, скажите, я не могу на неделе, но в воскресенье могу чем-то помочь, какую-то бабушку отвезти, какое-то благое дело сделать, а вы по своим, скокунам, по своим колесницам разобрались и отмахнули. больше нигде вас не видать. Сектанты нам в увлечение будут, запомните. Еще раз повторяю, они нам дали пример, как трудиться. У них тоже, у каждого огороды, у каждого дачи, жены, дети, они все бросили и едут по всей России. Они такие же люди, как и мы. Им тоже хочется покоя. Я говорил с их старшим, посмотрел, какой он усталый. Какие у него под глазами круги? Спрашиваю, что он больной? Да нет, говорит, это от усталости. Значит, у него тоже забота. Чем это кончится? Ждали нападения православных. Им это какое от нас святых беспокойство? Все-таки они говорят, что их больше, но больше не в Барнауле. Это разве уж по всему миру. Значит, окружить их молитвой, показать им свою любовь надо было. По милости Божией Господь меня допустил до них. Кто у них посещает десять занятий, тому они дают Библию. Каждому, кто приходит, то ему на купон ставят штамп 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 пришел и говорю, я посещаю каждый день. Да, вы каждый день здесь стоите. Почему вы не садитесь? В первую очередь у меня операция была на позвоночнике и мне лучше постоять. Во-вторых, я стою и постоянно молюсь. За две недели я ни разу у них не сел, когда они особенно призывают к молитве и молятся. Это время, то я все силы стараюсь собрать, чтобы другую молитву читать, чтобы доброе семя их проросло, чтобы Бог побудил наших пастырей и мы читаем «Да воскреснет Бог!» Мы кругами ходим вокруг этого дворца зрелищ, а потом еще внутри опоясываем молитвы. Никакого из вас больше нет. А вы могли бы прийти, вполне могли бы друг Божий в виде огненного языка на вас почил. Вы бы не сидели, а то дома язык ваш плотиной не молчит, в это время разговаривает, о чем-то с женами говорите. Говорят одному «Как вы конфликтны с женой?» «Как вы конфликты с женой гасите, когда начинаете ругаться?» «А мы, говорит, никогда не ругаемся, мы сразу к драке переходим. У нас только такие могут быть изменения. Почили по одному на каждом из них. Я вопрос ставлю. А почили эти языки на нас? А похоже ли мы? А похоже ли они на огненные? Что означает огненные? Тебя будут заставлять молчать. Ты мирянин. Ты не имеешь права в храме учить. Мне постоянно говорят местные священники. Ты мирянин. Кто тебя благословил? Архиерея благословил. А он зубь рубежный? Он раскольник. Ты не благословляешь и сам не идешь. По одному на каждом. И Бог благословил всех. А были там не только апостолы, но 120 с лишним человек. А после этого точно Бог дает огненные языки пророческие. Пророк Иеремия Иеремия 29 Подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я томился, удерживая его, и не мог. В предании говорится, что когда родился пророк Илья, то внезапно отец его, Савах, увидел, что ангелы кормят с ложечки его огнем и огненными пеленами опоясывают его. Конечно, это легенда, сохранившаяся в израильском народе, но мы видим по жизни, что очень похоже было. Ревновал ревностью о Господе Боге Саваофе. Он не как-то ворона гнал, а захватил сектантов и лжепророков и 850 голов отсек сразу. Мы говорим, как у вас строго, вот где строгость-то, примени к нашей строгости. А у нас какая строгость? Одно замечание сделаешь за опоздание, и уже ухожу в Московскую Патриархию. Исполнились все Духа Святого и начали говорить. Языки почили и теперь начали говорить. Что вы молчите и даже к драмтеатру не идете, когда наши торгуют книгами, не помогаете, не раздаете визитки, на занятия отсюда делается вывод, на ком Дух Святой в виде языков тот говорит. Делаем обратное рассуждение, что кто не говорит, на том Дух Святой не почил, а если почил, то не в огненных языках, уж это определено и четко. Но это неразрывно, огненные языки и говорения. Вы хорошие молчуные, прекрасные, потому что кто молчит, у того меньше раздора в семье, ибо в основном на языке все спотыкаемся, но однако со своей семьей ты так и останешься на иных языках, как Дух давал им пророчествовать, провещевать. Не так, как еретику взбредет в голову говорить, а как Дух дает, а как Дух дает, как написано в Библии, и как истолковали святые отцы. Притом сегодня мы видим единственно правильный путь, тот, который нам Бог положил на сердце изучать Библию и к еретикам подходить. Они с Библией и мы с Библией. А вы тогда не православные? Они говорят, почему? У православных Библии нет. Я говорю, заслужил я у вас Библию? Да. Но я брать не хочу, поэтому я принес им второй том открытым оком, куда включены противосектантские занятия. Их руководителю Вадиму Бутову я подарил эту книгу с надписью. А он тогда взял Библию и дает мне как бы в обмен. Хотя это не равноценно. Мы согласны, что выше Библии ничего нет. Так мы нигде не встречали, чтобы православные проповедовали. Тем более, говорят, блокировали их. Вот наша наработка за эти годы, что мы учились. А то разницы нет. Нет, огромная разница. Учите Слово Божие, учите потолкование святых отцов блаженного Феофилакта. Из рук не выпускайте, и тогда вам не страшны будут никакие еретики, никакие полчищи легионы этих сектантов. Вы смело противостанете им и скажете. Так учили святые отцы, пророки, апостолы. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные. Такие как православные в храм-то идут, люди набожные, и всякого народа под небесами. Когда сделался шум, собрался народ. Адвентисты объявили, выбросили примерно 200 тысяч буклетов по Барнаулу. От адвентистов седьмого дня сделался шум. Известно по всему городу, все знали. Я в течение недели пытался переломить обстановку. Звонил тем, кто поставлен курировать религиозные культы. Звонил в епархию, но священники замерли. Беседовал со священником Константином Метельницким. Нет, не могу, архиерей не благословил. Где архиерей? Залег, не будет его три дня. Я говорю, они через три дня заканчивают, и я предлагаю вам сейчас поговорить, и вам даром дадут дворе зрелищ. И как только еретики закончат, выйдет пусть кто-нибудь из администрации поблагодарит, что молодцы сектанты людям дали отдохнуть, хорошие концерты, эстрады было, но потом сказать, завтра отцы и братья слушатели, мы православные продолжим здесь и свою торговлю устроить, ладно, разложите угли, все, что положено по нашей вере, истинной и спасительной. Разложите фойе, как они книжки разложили, у вас книжечек полно всяких, а вы мне дайте слово, и я в течение одного часа развею ереси, от них ничего не останется, все места, на которые они вводили людей в заблуждение, я не оставлю праха даже им, я вам это обещаю, кому только не звонил, в краевую администрацию, у полномоченному, представителю президента звоню, который ныне называется федеральным инспектором, что вы, это не наши функции, нет, связываюсь с городской администрацией, что вы, если я вмешаюсь, меня на север сошлют, я говорю, сейчас не ссылают, сейчас никон у власти, кому я только не звонил, нашел всех, кто на этом деле задействован, да я знаю, что не будут они вылазить, я хотел узнать только, чтобы потом мне об этом можно было открыто написать, напишу с обратным телефоном, чтобы все откликнулись и говорю, а как же глава администрации Баварин с епископом Антонием заключила ли договор о нравственном воспитании человека, где эти подписи, никто не знает, все умерло, так вы я говорю, все-таки русские люди или нет, нас приехавшая из Америки секта заедает, да так вы видите, что президент подписывает, в конце концов, вы патриоты или нет, замолкни, все лжепатриоты, замолкли, значит, я могу обращаться теперь только к вам, если вы русские, если вы патриоты, то помните, что сегодня у еретиков последний день в дворце зрелищ, а завтра они переходят уже в строительный колледж, ДК Шинников, и там продолжится отравление, с ними ничего не сделать, звоню бывшему полномоченному по религиозным культам, он главный гонитель, он говорит, я ничего не могу без благословения настоятеля, он переделывался, они создали для себя свою церковь, и теперь он там спасается, что за эту неделю было проделано нами, и я убедился, что выход единственно один, или знать Библию, или запретить ее, чтобы православные к ней не прикасались, и все время учить, что Библия не Божия книга, к тем, кто с Библией придет, чтобы не подходили, тогда мы сможем православие сохранить, выхода два, а практически по сегодняшнему только у нас один выход, и для них остается тоже один, учить против Библии, деяние 2.6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречия, И ведущий еретик вчера говорит, что Библия в основном переводится библейским обществом примерно на 2200 языков, 220 примерно стран сегодня знают Евангелие, он все данные выкладывает, пусть они не точны, но я передаю как известно, непрерывно и всюду они возвещают, на 81 язык только башни стражи переводится яговистами, а мы на один язык не можем перевести, вот языки с какими к нам пришли враги душ, этими языками воспользовались еретики, а наш новый журнал пришел, я его открываю и читаю, про храм вознесенский, а следующие две страницы про икону Коробейниковскую, еще перевернул последний номер епархиальный, а на первом месте о священном писании статья митрополита Антония Суржского заговорили наконец-то, а он говорит, что мы фальшивые христиане, что мы только по названию христиане, Библия же у нас на полочке стоит, моими же словами все так и говорит, это был лучший проповедник московской патриархии, он почти всю жизнь после войны прожил в Англии, мы придем только к тому, от чего отошли, или мы апостольское семя в себе возрастим, или мы сгинем, сгнием, от нас праха не останется, люди будут в догонку нас проклинать, что столько лет мы их мурыжили на одном месте и далее, все изумились и слышали их говорящих о великих делах божьих, чтобы говорить о великих делах божьих, надо их видеть, на строительство коммунизма, на строительство дорог, хотя и этого нельзя не видеть, вот вчера хорошо сказал еретик, очень хорошо, а можно человека сделать культурным, можно, но только будет культурный грешник, грешник, а можно его всему научить, чтобы был умный, можно, но это будет умный грешник, он подводит к возрождению, с таким бы епископом не сказали, сильный, здоровый, правильный образ жизни ведет, но тогда будет здоровый грешник, почему православным прямо это не сказать, вам ничто не поможет, никакие таинства не помогут, если не возродитесь от того духа, который сошел сегодняшний день в церковь, почему, потому что многие, говорит апостол, причащаются в осуждение себе, очень многие, да не будет этого с нами, если вас бог коснулся сегодня, в этот день, то вы сейчас ко мне подойдите в собрание и прямо скажите, могу я как-то проявить себя, сегодня, пример, который дали нам святые апостолы, он для нас был дан, они его записали, чтобы мы подражали им, чтобы эта книга сделалась живой, воплощенной в нашу жизнь, повторяю, ничего не чище, возвышеннее, полнее, чем православная церковь, это единственная невеста Христова, как Давид говорит, Псалом 44, стих 2 Излилось из сердца моего слово благое, я говорю песнь моя о царе, язык мой, трость скорописта, узнайте свой талант и создайте этот шум проповеди евангельской, как шум вот многих, Богу нашему единому, во святой троице, слава, аминь.